Здравствуйте друзья. После выхода моего видео, в котором я показал как сбросить счетчик энергии на популярных ZigBee розетках моделей TS0111F, меня неоднократно спрашивали о том, как быть с другими устройствами, для которых в ZigBee ToMQTT не предусмотрен такой функционал. В этом блоге я покажу решение этого вопроса на примере не менее популярных розеток моделей TS0121, при этом я имею все основания считать, что метод сработает и на других устройствах, так как сброс будет производиться в штатной системе управления TUESmart при помощи совместимого ZigBee шлюза. Итак, кроме показанных в предыдущем видео розеток TS0111F, в моей системе нашлось еще несколько моделей TS0121, которые также имеют функцию энергомониторинга и счетчик энергии. Запомним, что название этой розетки заканчивается на 50E1. Вот ее вкладка состояний. Тут за время ее работы счетчик энергии собрал 162.46 кВт часа. Давайте обнулим этот показатель, но для этого ее нужно временно удалить из ZigBee ToMQTT. И подключить в родную систему TUESmart. Очевидно, что этот метод несколько сложнее чем я показывал раньше, там все делалось с ZigBee ToMQTT. Тут же, кроме переподключения понадобится и совместимый с TUESmart шлюз, у меня это Ethernet версия от Moist, ссылка в описании. Розетка добавлена в систему и тут мы видим тот же самый показатель 162.46 кВт часа. Правда ввиду того, что данные собирались в сторонней для TUESmart системы, то приложение весь объем определило в текущий месяц. Переходим в меню устройства по кнопке справа сверху. И тут, в самом низу есть пункт удалить устройство. Далее запускается меню из трех пунктов, просто отключить, отключить с удалением всех данных и отмена. Нам надо выбрать отключение с удалением всех данных. Теперь подключаем розетку обратно в ZigBee ToMQTT. Кстати, техническое имя устройства сохранится. Либо, если вы меняете название с изменением ID сущности, просто укажите его. Все автоматизации, кастомизации, запись в базу данных будут продолжать работать. Как видите, это та же розетка с 50Е1 в конце, но теперь ее счетчик энергии равен нулю. Отсчет начинается сначала. Повторное тестирование. Название этой розетки заканчивается на F8C8 и тут счетчик энергии показывает чуть более 3.5 кВт. Повторяем все действия и удаляем в TUESmart все данные. Вот эта же розетка, имя тоже самое, но показатель энергии теперь тоже равен нулю и готов начать новый отсчет. Очевидно, что эта операция нужна только тем устройствам, которые хранят какие-то данные. В этом примере розетка с энергомониторингом не имеет параметра энергии и соответственно сбрасывать ей нечего. Кто будет проводить такой сброс, пожалуйста пишите в комментариях под видео получилось или нет, а также модели тех устройств с которыми вы проводили эту процедуру. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравятся мои видео, поддержите мой канал ставь его спонсором, кроме этого есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграмм канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройства умного дома, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на интересные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok